Живой журнал, пользователь Вова Восток Почему одним из первых указов Петра Первого был указ о истреблении 300-летних старцев? По некоторым источникам, приказ Петра Первого об уничтожении 300-летних старцев был для того, чтобы внедрить обманную историю с помощью иноземцев, но об этом указе не сохранилось в наше время свидетельств, и надо учитывать, что история как писалась для нас не такой, какая она была на самом деле, так и то, что сейчас тоже пытаются влиять на народ с помощью всевозможных сказок исторического толку современного сочинительства. Версий много, по поводу данного вопроса имеется предположение, что послужило этому. Личность Петра вызывает и сейчас неоднозначную реакцию. Например, в своей работе «Антихрист» Дмитрий Мережковский отметил полное изменение внешности, характера и психики у царя Петра Первого после его возвращения из земель немецких, куда он поехал на две недели, а вернулся через два года. Русское посольство, сопровождавшее царя, состояло из 20 человек и возглавлял его меньшиков. После возвращения в Россию это посольство состояло из одних голландцев, включая небезызвестного Лефорта. Единственным из старого состава остался лишь меньшиков. Это посольство привезло совершенно другого царя, плохо говорившего по-русски, не узнающего своих знакомых и родственников, что сразу выдавало подмену. Это понудило царицу Софью, сестру настоящего царя Петра Первого, поднять стрельцов против самозванца. Как известно, стрелецкий бунт был жестоко подавлен. Софью повесили на спаских воротах Кремля, жену Петра Первого самозванец сослал в монастырь, куда она так и не доехала, и вызвал свою с Голландии. Своего брата Ивана Пятого и своих маленьких детей, Александра, Наталью и Лаврентия, Лжепетр умертвил сразу, хотя официальная история об этом рассказывает нам совсем по-другому. А самого младшего сына Алексея казнил, как только тот попытался освободить своего настоящего отца из Бастилии. Лжепетр стал действовать как обычный завоеватель, разгромил русское самоуправление, земство и заменил его бюрократическим аппаратом инородцев, которые привезли в Россию воровство, разврат и пьянство, и усиленно его здесь насаждали. Передал крестьян собственность дворянам, чем превратил их в рабов. Для отбеливания образа самозванца это мероприятие сваливается на Ивана Четвертого. Разгромил купечество и стал насаждать промышленников, что привело к уничтожению прежней универсальности людей. Разгромил духовенство, носители русской культуры, и уничтожил православие, приблизив его к католичеству, что неизбежно породило атеизм. Ввел курение, употребление алкоголя и кофе. Уничтожил древнерусский календарь, омолодил нашу культуру на 5,5 тысяч лет. Повелел все русские летописи свести в Петербург, а затем, как и Филарет, приказал их сжечь. Призвал немецких профессоров написать совершенно другую русскую историю. Под видом борьбы со старой верой уничтожил всех старцев, живших более 300 лет. Запретил выращивать амарант и употреблять амарантный хлеб, являвшийся основной пищей русского человека, чем уничтожил долгожительство на земле, которое оставалось тогда еще в России. Отменил естественные меры – сажень, палец, локоть, вершок, присутствовавшие в одежде, утваре и архитектуре, сделав их на западный манер фиксированными. Это привело к уничтожению древнерусской архитектуры и искусства, к исчезновению красоты быта, в результате чего люди перестали быть красивыми, так как в их строении исчезли божественные и жизненные пропорции. Заменил русскую титульную систему на европейскую, чем превратил крестьян в сословие. Хотя крестьянин – это титул выше короля, о чем есть не одно свидетельство. Уничтожил русскую письменность, состоявшую из 151 знака, и ввел 43 знака письменности Кирилла и Мефодия. Разоружил русскую армию, истребив стрельцов как касту, и на европейский манер ввел примитивное огнестрельное и колющее оружие, переодев армию сначала во французскую, а затем в немецкую форму. Хотя русская военная форма была сама оружием. В народе новые полки получили название «потешные». Если все тщательно скрыли и сожгли, хотя рукописи не горят, откуда знания и тем более подробности? Знания сохранились через староверов и других хранителей, которые при репрессиях были вынуждены рассеяться по разным странам и глубинкам России. Как минует опасность и изменится ситуация к лучшему, мы еще не то узнаем. Для того, чтобы лучше ознакомиться с историей нашего Отечества, я вам всем предлагаю изучать книги Николая Левашова, которые вы можете найти на его сайте. А сейчас я бы хотел вас ознакомить с одним фрагментом из биографии Николая Викторовича Левашова. Кстати, Новый год по Юлианскому календарю в Московской Тартарии, ибо именно так называлось Московское княжество, стали праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января, только после того, когда Петр I ввел этот календарь в своем государстве в лето 7208-е от сотворения мира в лето Звездного Храма по одному из славяно-арийских календарей. Согласно солнечному календарю славяно-ариев, Новый год начинался 22 марта, но его праздновали 1 марта с началом весны. И это не случайно, ибо 22 марта день весеннего равноденствия. Так что Петр I ввел юлианский календарь взамен славяно-арийского календаря, но названия месяцев ввел западноевропейские, даже, наверное, не зная, что декабрь в переводе на русский означает десятый месяц, но никоим образом не двенадцатый. А это означает, что и для Западной Европы Новый год начинался ранее, тоже 1 марта. Так что Петр I не только ввел юлианский календарь и тем самым украл у славян многие тысячи лет великого прошлого, но и переместил начало Нового года в соответствии с лунным культом. Любопытно и то, что даже в юлианском календаре раньше Новый год отмечался тоже 1 марта, иначе среди месяцев не было бы 7, 8, 9 и 10 месяцы года, для которых создатели не смогли придумать никакого другого названия, кроме как дать им имена по номеру месяца с начала Нового года. Так что, как ни крути, а наши предки праздновали Новый год 1 марта, если отталкиваться от современного календаря. Народ провожал зиму и встречал весну, и проводы зимы в начале марта выливались в Масленицу, которая раньше приходилась именно на начало Нового года. И хотя все и признают, что Масленица пришла и с языческих времен, но христианская церковь поспешила подсуетиться и придать и этому празднику христианский оттенок. Хотя это на все 100% ведический праздник, посвященный Солнцу и даже блины – это символ Солнца и торжества жизни. И такое противоречие тем более наглядно, в силу того, что христианская церковь ориентируется на лунный календарь и все свои праздники выстраивает именно по нему, а не по солнечному календарю, которым пользовались наши предки. Так что перенос Нового года Петром I на 1 января еще раз показывает, чьи интересы он отстаивал. Это во-первых. А во-вторых, разделение в памяти народа встречи Нового года 1 марта и масленицы способствовали постепенному стиранию в народной памяти истинной сути этих народных праздников и более быстрому порабощению свободного духа русского народа – народа русов. Ивана IV Грозного, который защищал русские традиции и интересы, наказывая при этом многих предателей и изменников, которого обвиняют в том, что по его приказам было уничтожено от 15 до 25 тысяч человек, прозвали Кровавым, а императора Петра I сделали в этой же самой истории спасителем земли русской и величайшим исправителем, в то время как он уничтожал все русское и уничтожил 2 миллиона русских людей. На этом пока все. Переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Продолжение следует...